И снова привет дорогой друг канала правильный выбор. В этом выпуске я покажу тебе лучшие модели увлажнителей для дома и квартиры. На первое место рейтинга становится Futulah Humidifier H2. Очень компактный увлажнитель, представляющий из себя цилиндрик ростом около 30 см. Модель ультразвукового типа, то есть крохотные частички воды создаются за счет вибрации мембраны. Поэтому работает прибор максимально тихо и не менее эффективно, чем традиционные представители класса. Управление представляет из себя всего лишь регулировку интенсивности увлажнения с помощью крутилки на передней панели. Воду можно наливать прямо сверху, всего запас составляет 4,5 литра. А расходуется она примерно по 280 мл в час. Если воды окажется слишком много, то об этом тебе подскажет индикатор рядом с регулятором. Конструкция увлажнителя практически полностью разбирается, поэтому легко моется каждая деталь по отдельности, не занимает много места, шумит по минимуму, в общем ведет себя тише воды ниже травы, а стоит около 2200 рублей. Если ты найдешь модель увлажнителя себе по душе во время просмотра, то сразу же беги в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией, плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место попадает Kitford KT2831. И это тоже компактный увлажнитель прямоугольной формы со скругленными мягкими углами ростом около 28 см. Прямо на передней панели находится мерная шкала со светодиодной подсветкой, которую можно менять в зависимости от настроения. Под ней находится крохотная панель управления с тремя кнопочками. Первая отвечает за включение-выключение и интенсивность подачи пара, вторая устанавливает таймер, а третья руководит подсветкой. Емкость для воды здесь имеет объем в 3,7 литра, и если вдруг вода заканчивается, то прибор автоматически отключается. Добавлять воду можно прямо сверху, открыв крышку. Шумит увлажнитель относительно немного, около 32 дБ. Как и в предыдущей модели, конструкция разбирается практически полностью, поэтому любой элемент корпуса можно взять и помыть отдельно. Относительно недорогой увлажнитель, рассчитанный на площадь до 25 квадратных метров. Обойдется примерно в 2800 рублей. Обязательно подпишись на канал Правильный Выбор, чтобы всегда первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров из самых разных категорий. А еще поставь лайк этому ролику и напиши душевный комментарий. На третье место рейтинга попадает баллу UHB 330. И перед нами снова очень компактный увлажнитель, верхняя часть которого практически вся представляет из себя светильник с семью оттенками подсветки. Можно использовать его как полноценный ночник. На нижней части установлен поворотный регулятор, отвечающий за выключение и включение, а также за изменение интенсивности подачи пара. Вода заливается прямо сверху, общий объем накопителя составляет 3,3 литра, а расходуется примерно по 300 мл в час. Такой производительности достаточно для того, чтобы эффективно увлажнять воздух в помещении площадью около 25 квадратных метров. Если вода вдруг закончится, то прибор сам отключится. Обладает приятным внешним видом и простейшим управлением. Стоит около 2000 рублей. На четвертое место попадает еще одна модель от марки Китфорд. Конструкция этого увлажнителя выглядит немного проще. Визуально состоит из двух частей. Верхняя представляет из себя контейнер для воды с прозрачными стенками. Есть три цветовых решения. Управление здесь представлена самая простейшая из всех возможных. Реализована в виде самого обычного поворотного регулятора. Он отвечает как за включение прибора, так и за изменение интенсивности подачи пара. Вода сюда влезает 2,2 литра. Расходуется она со скоростью от 250 до 350 мл в час. Может увлажнять воздух в помещении до 35 квадратных метров. При отсутствии воды прибор сам отключится и зажжет индикатор. Сопло на верхней части конструкции можно вращать на все 360 градусов, настраивая зону воздействия более точечно. Стоит модель около 1400 рублей. На пятое место рейтинга попадает VTEC VT1761. И нас снова встречает компактный прибор цилиндрической формы. На передней части у него находится функциональная и удобная сенсорная панель управления. Разобраться с ней можно буквально за пару минут, так как иконки в принципе объясняют весь свой функционал. Есть кнопка включения и выключения, регулировка интенсивности пара и таймер. Основная фишка этой модели заключается в наличии дистанционного пульта. Кнопок на нем тоже немного, так что не запутаешься. Что касается технической части, то вмещает в себя 2,5 литра воды и предназначен для площадей до 20 квадратных метров. Расходует по 220 мл воды в час, обойдется примерно в 2800 рублей. Шестое место достается увлажнителю от марки Levoid. Обладает очень простой конструкцией, которая нам с тобой уже встречалась в рейтинге и таким же простым управлением в виде поворотного регулятора на передней панели. Емкость для воды вмещает в себя 3 литра, расходуется примерно по 120 мл в час. Подходит для площадей около 27 квадратных метров. Воду можно наливать прямо сверху, открыв крышку. Если она закончится, прибор автоматически отключается. Стоит около 4700 рублей. На седьмое место попала модель от марки Timberg. Мы с тобой сразу же видим интересную каплевидную конструкцию. Средняя часть капельки светится, поэтому увлажнитель можно параллельно использовать и как ночник. Кроме того, внутри него установлен модуль ароматизатора, в который можно накапать душистого масла для распространения приятного запаха по всей комнате. Управление, опять же, как и на многих других моделях, простейшее с помощью поворотного регулятора. Рядом находится кнопочка включения и отключения подсветки. Воды в себя вмещает 3,4 литра и расходует ее по 350 мл в час. Верхнее сопло можно вращать на 360 градусов, направляя потоки пара в нужную зону помещения. Обойдется увлажнитель примерно в 2500 рублей. На восьмое место попадает Polaris PUH4305. Одна из самых простых и понятных моделей. Визуально тоже состоит из двух частей. Верхняя прозрачная, нижняя представляет из себя блок управления и подставку. За включение и регулировку интенсивности подачи пара здесь отвечает подвижный рычажок. Воды вмещает в себя довольно много, 4 литра, расходует по 300 мл в час. Подходит для увлажнения помещений площадью 35 квадратных метров. Работать без воды сам не будет, а индикатор подскажет тебе о ее нехватке. Стоит около 1400 рублей. На девятом месте расположился Breyer BR4913. Конструкция имеет треугольную форму в основании со скругленными углами. Для включения и выключения предназначена всего одна кнопка, которая находится на передней панели. Корпус увлажнителя подсвечивается, так что помимо прямых обязанностей, его можно использовать и в качестве ночника. Воды в него влезает 3 литра, расходует по 200 мл в час. И подходит для комнаты площадью до 20 квадратных метров. Обойдется примерно в 1700 рублей. Ну и завершает мой рейтинг модель от марки DIRMA. Имеет довольно необычную и, возможно, даже немного странную конструкцию. Как и многие другие модели, до этого состоит из двух частей. Верхний, прозрачный и нижний. Все управление сконцентрировано на нижней части. Здесь есть поворотный регулятор для установки необходимого уровня интенсивности подачи пара и пара кнопочек. Одна из них включает прибор, другая включает подсветку. Воды вмещает в себя с запасом 4 литра, подходит для комнат площадью до 30 квадратных метров. Обойдется примерно в 1800 рублей. Если ты нашел увлажнитель себе по душе, то загляни в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и промокод. Подпишись на канал Правильный Выбор и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока, встретимся в следующем выпуске.